Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые наши телезрители! Сегодня мы вновь открываем двери нашего магического салона. Сегодня с вами я, хозяйка этого салона, Татьяна Цехановская, таролог-гадалка. И если вы хотите узнать, как же правильно погадать по дате рождения и вычислить свое счастливое число, которое будет вам помогать в жизни, слушайте и смотрите, нас сегодня будет интересно. Ну а сегодня у нас в гостях Анастас. Здравствуйте! Здравствуйте, Татьяна! И также Виктория. Здравствуйте, Виктория! Я очень рада, что вы к нам сюда пришли. И я вижу по глазам, что пришли не просто так, а скорее всего с какими-то вопросами, да? Да. Виктория, что вы хотели бы сегодня узнать? Ну, мне хочется узнать, исполнится ли мое желание самое заветное. Также мне интересно, какое будет мое счастливое число. Вообще мое счастливое число, да, это узнать, разобраться в этом, потому что для меня это темный лес, как говорится. Ну и, конечно, про отношения хочется узнать. Про отношения. А вот скажите, вы сказали свое желание. А какое у вас желание, если не секрет? Добиться успеха в моей карьере, то есть в моей профессии. Профессии. А чем вы занимаетесь? Я занимаюсь в сфере телевидения, театре, и мне это очень нравится. И я хочу стать профессиональным человеком. Также я пишу стихи и хочу выпустить свою книгу. Это здорово, это здорово. Главное, что есть такая хорошая цель, но добиться этой цели – это уже второй вопрос. Ну, Анастас, скажите, а с чем вы пожаловали? Я бы хотел узнать о дате своего рождения. Очень интересное у меня число. Если сложить все числа даты моего рождения, получается 8. И число рождения, вот само число, тоже получается 8. У меня есть маленький сын. Хотел бы узнать, как сложится его судьба, какую ему профессию выбрать. Также на работе конкурент есть. Конкурент? Да. Ну, с таким вопросом мало кто приходит, но на самом деле есть враги, недруги, которые действительно могут мешать человеку работать, даже выживать его с работы. Ну, вот, возможно, мешает он мне или мне, может быть, кажется. То есть не можете с ним найти общего языка, да? Да, конечно. Ну, мы посмотрим именно путь, как же все-таки подойти к этому человеку и сделать так, чтобы он был не врагом, а помощником в вашей карьере. Ну, дорогие друзья, я надеюсь, что вы сегодня тоже примете участие именно в этом гадании, гадании по дате рождения. Считается, что гадание по дате рождения тесно связано с нумерологией – теорией о связи между числами и материальным миром. Основные положения западной нумерологии разработал древнегреческий философ Пифагор в VI веке до Новой эры. Предложенная Пифагором система основана на древних знаниях арабов, друидов, финикийцев и египтян. Итак, мы начинаем. И для этого нам понадобится всего лишь два листа бумаги и ручка. Итак, мы сейчас, наши телезрители, я думаю, одновременно с нами это все будут делать, пишем дату рождения. Давайте, наверное, начнем с вас, да? Вот каждый с себя начнет и узнает вообще, какое предназначение у каждого на этом свете. Это тоже важно. Итак, пишем дату своего рождения цифрами. Дорогие друзья, если вы родились 2 февраля, например, 1968 года, вы так и пишете, 0-2-е, 0-2-е, 1968-го. То есть прописывать месяц не нужно, а нужно написать его цифрами. Для гадания по дате рождения понадобятся чистый лист бумаги, ручка. Для того, чтобы погадать по дате рождения, нужно действительно сложить все цифры. Итак, складываем все цифры, то есть между всеми цифрами мы ставим плюсы и решаем такую задачу. Итак, начали. Анастас, вы какого числа родились? 17-го. 17-го месяц? Месяц февраль. Так, 1978-го года. Итак, складываем все цифры. Самое главное, дорогие друзья, не ошибиться при этом сложении, потому что этим самым вы можете увести свою судьбу в сторону и будете думать на какое-то определенное число, а на самом деле вам другое число предназначено для вашего линии жизни и пути счастья. Итак, что у вас получается за число? Я просто знаю, что 8. Восьмерка, да? Итак, пишем, равно 8. Так, давайте проверим. Итак, 1 плюс 7, это будет 8. И 2, это 10. 10. 1. 11 и 9, это будет 20. И еще 15. И еще плюс 15. Итак, сколько у нас выходит? Выходит действительно 8. Итак, Виктория, что у вас? 37. 37. Итак, мы сейчас складываем, дорогие друзья, я надеюсь, вы это делаете то же самое, а мы сейчас, Виктория, тоже проверим. Итак, 1 плюс 3, это у нас 4, плюс 0, опять 4, и плюс 7, 11, и 1, 12, 12 и 9, 21, и 1, 21 и 8, 29, и еще 8, действительно получается 37. Итак, 10. 1 плюс 0, это получается 1. То есть у вас цифра 1. В эту цифру даже можете написать большую цифрой и обведите 2 раза в кружочек. Порядок действий при гадании. Написать на листе бумаги дату рождения. Сложить между собой все цифры даты рождения. Сложить цифры получившегося числа. Например, если вы родились 1 января 1960 года, то ваше число подсчитывается следующим образом. 1 плюс 1 плюс 1 плюс 9 плюс 6 равно 18. Затем складываются цифры 1 и 8, и получается искомое число. Итак, дорогие друзья, у кого именно по вашей дате рождения выпадает цифра 1, как у Виктории, вы знаете, цифра 1 в нумерологии – это знак победы. То есть чем бы вы ни занялись при определенном условии, если вы будете иметь четкую цель в этой жизни, вы обязательно ее добьетесь. Вы тот человек, который всегда должен быть первым лидером. И если вы будете на вторых ролях, либо захотите быть незаметной среди людей, то значит этим самым вы не выполните свою задачу. То есть все ваши мечты, они должны быть реализованы. И цифра 1 говорит, что вокруг вас всегда должны быть люди. То есть если вы даже идете, вы не имеете права идти по головам других людей. Вы наоборот должны помогать людям окружающим, тогда они вам отплатят некой силой. Это не обязательно. Часто бывают руководители, которые имеют цифру 1, они обманывают людей каким-то образом. И этим самым у них карьера на определенном моменте может закончиться. У вас вы должны людям делать некое добро, помогать, пускай даже деньгами. Если они вам не смогут тем же отплатить, но они вам дадут некую энергию. Понятно? То есть этим самым вы покупаете энергию других людей для того, чтобы пойти вперед. А у вас цифра 8. Вообще, как вы относитесь к цифре 8? Двояко. Так. Что, по вашему мнению, цифра 8, по ощущениям? Это или бесконечность, или какое-то что-то, то, что долго тянется, вот как-то так, наверное. Если человек с цифрой 8, которая вот на самом деле мы сейчас, как я и говорила, что как человек может вычислить свое счастливое число. Вот сейчас мы как раз это и сделали. Вот у вас цифра 8. Что такое 8? Это заломанный круг. То есть перевернутый круг, получается восьмерка. И если человек не будет искать новые пути решения каких-то вопросов, если, допустим, не получается с первого раза, выйти нужно из этого круга, иначе вы так и будете ходить вокруг да около. Восьмерка – это очень хорошее число, потому что в жизни вам будет вести именно с окружением. Вас люди, общение с людьми поможет выйти на какой-то уровень. И восьмерка, самое главное, это легкие деньги. То есть в вашей жизни будут такие ситуации, когда у вас будет легкий путь к вашей карьере, какие-то легкие деньги. У вас вообще когда-то такое было? Мне кажется, что не совсем может быть иногда что-то незначительное. Не помню. Не помню. Жду. Ждете, но значит ждете не просто так. Это вам обязательно будет. Кстати, вот цифра 8 хорошо, если будет на номере вашей машины. То есть восьмерка – это вообще то число, которое охраняет человека. Есть некий такой вот круг магический, как говорят, волшебный, который охраняет человека. А восьмерка – это просто заломанный круг. То есть у вас есть некая способность давать себе защиту самому. То есть если даже у вас есть недоброжелатели, которые хотят вам причинить боль какую-то, может быть, перейти вам дорогу, им не всегда это удается сделать, поэтому они становятся такие агрессивные именно на вас. Понятно? Вот в чем еще особенность восьмерки? Виктория, вы хотели еще узнать о своем молодом человеке? Да. Даже мне интересно, что он из себя представляет. И я думаю, что именно сейчас вы сможете даже почувствовать, какое отношение он к вам имеет и вообще как сложится ваша судьба. Вообще, как к нему подход какой найти? Очень часто бывает у меня даже спрашивают. Вот живу с человеком, не знаю, что ему в этой жизни нужно. Почему я его не понимаю? Дорогие друзья, вот наша передача сегодня, именно гадание по дате рождения, откроет эти секреты. Итак, как его зовут? Алексей. Алексей. Здорово. А дата рождения? 16 05 1986. 86. Складываем все эти цифры. Давайте вместе будем складывать. Так, складываем все цифры. 1 плюс 6, это у нас 7. И 0 тоже 7. Пятерка. 12. Еще один. 13. Девятка. 20. Так, 13 и 9. 22. 36. Так. 36. Это не 11 и не 22, да? Да. Дорогие друзья, не забывайте об этих волшебных цифрах 11 и 22, потому что именно у этих людей высшее предназначение. С числом 11 вы можете обладать и черной, и белой силой, а 22 это люди высшего порядка, у которых предназначение стоит именно от высших сил, помогать другим людям. Даже если это сделается самоотдачей. Итак, 3 и 6 у нас будет девятка. Дорогие друзья, девятка это самое сильное число, это очень сильный человек. Если вы хотите быть с ним, вы готовитесь к тому, что вам придется полностью ему подчиняться. А как вам кажется, какой он по характеру? Как он себя проявил в отношении вас? Ну, не сказать, что сильный. То есть это обманчивое, видимо, у него какое-то мнение. Приятный, целеустремленный, добрый. Добрый. Большой буквы. Ну вот, тресно полагающие черты, которые выделяют. Да, а что вы в нем такого вот нашли, почему вас тянет к этому человеку? Ну, во-первых, доброта. Вот это вот доброта и порядочность. Самая главная черта, которую я увидела. Вы знаете, не каждому человеку именно вот порядочность свойственна. Почему? Потому что многие люди слабые. И они именно эту слабость скрывают какой-то агрессией, какой-то местью или злостью. У вас такой мужчина, который действительно очень сильный, но на самом деле вы сильнее его. И поэтому он чувствует, что вы непростая. Его тоже тянет к вам, потому что вы два сильных человека. И если у вас будет слабый партнер, а это, между прочим, закон жизни, то вы просто его растопчете. Вы его съедите за завтраком, обедом или ужином. Понятно? Поэтому у вас собирается очень хорошая пара. И ваша пара, я вижу, что она может прожить очень-очень долго. Между прочим, у вас будут, вы плодовитые вдвоем. Однерка и девятка дают плодовитость. Поэтому постарайтесь иметь побольше детей. Хорошо, обязательно.